Очередное письмо на ресурсе Донбасс сегодня. В одной стране просто не может быть. Многие янакиевцы с семьями, с детьми уезжали в отпуск на море к родным, куда угодно, лишь бы подальше от опасности, который был пронизан в воздух родного города. Уезжали в уверенности. Недельки две-три пересидим в тихом месте, пока все утрясется и вернемся обратно к привычной жизни. В начале июля мне позвонили из соцстраха и сообщили, что есть санаторные путевки по моему заболеванию. И хотя обстановка была напряженная, я решила поехать подлечиться, ведь возможность такую ожидала уже давно. Путевок было несколько, в основном на курорты Западной Украины. Стали звонить по телефону, чтобы уточнить сроки заезда, но в пяти санаториях, узнав, что обращаются из Донецкой области к моему изумлению, отказывались принимать, как они говорили, сепаратистов. Или не ручались за безопасность приезжих из Донбасса. Разрешили мне приехать только в санаторий поселка Санжары под Полтавой. Как я там отдыхала, это уж другая история, тоже памятная и тоже с горьким привкусом войны, но другая. Поезд Киев-Луганск, которым я 26 июля возвращалась домой, доехал до Ясиноватой. После двух часов стоянки, причину которой никто не объяснял, проводники стали поговаривать, что, наверное, дальше уже никто не поедет. Я за чемоданой на электричку, благо стоявшую на соседнем пути. Электричка должна была ехать до Красного Луча, но на станции Янакиева по радио в вагонах объявили, что поезд дальше не пойдет. Было ощущение нереальности происходящего. Казалось, что я вдруг перенеслась в прошлое, куда-то в июль 1941 года. Люди, растерянные, недоумевающие, не знающие, что им делать дальше, как добираться домой, выходили с сумками и чемоданами на раскаленный Янакиевский перрон. Вдалеке тяжело ухало. Немногие понимали, что это рвутся снаряды. В этот день впервые обстреляли фильтровальную станцию. Я тащила по опустевшей улице вглубь Янакиевского поселка свой чемодан и с ужасом думала, неужели артиллерия по домам бьют, там же люди. Неужели? Так я приехала в войну. По фильтровальной били каждый день. Были многочисленные попадания в жилые дома. Люди сутками не вылезали из подвалов и бомбоубежищ. Несколько снарядов разорвалось, убив и покалечив мирных жителей, разрушив дома на Блочке и в Софиевке, на АБЗ и Янакиевском поселке. После первых обстрелов в городе одновременно пропали свет и газ. Из-за разрушений на фильтровальной станции и отсутствия электричества не подавалась вода. Прекратился подвоз продуктов в магазины. Это угнетало, вызывало панику. С полок магазинов сметалось все. Несмотря на рвущиеся недалеко снаряды, народ толпился в очередях за продуктами и гуманитаркой. Но удивительно. Люди ходили на работу. На завод, в больницу, на шахту. После непродолжительной остановки на время самых жестоких обстрелов, вновь выпекал хлеб наш хлеб-завод. Единственное на всю округу работающие предприятия этого профиля. Рискуя жизнь, унесли в свою службу работники горгаза, РЭСа, фильтровальной станции, медики, МЧС. Еще долго держался, не гасил свои печи ЕМЗ. А как поддерживал нас, енакиевцев, перестук наших трамваев. Ездят трамвайчики, значит мы живы. Город живет. И наша маленькая редакция тоже работала. Хотя тогда уже эфир был совершенно пуст. Не звучали ни Киев, ни Донецк. Мы старались давать людям хоть какую-то информацию, хоть как-то поддерживать морально. До тех пор, пока не было в нескольких местах перебита радиолиния. Оставшись одна, семья сына, как и многие, уехала в отпуск. Да так и скиталась два месяца от одних родственников к другим. Я часто ходила ночевать в редакцию. Здесь было, как мне казалось, безопаснее. Здание главпочтамта, где располагается городское радио. Надежное, толстостенное, с глубоким подвалом. Не то, что мой домишко на енакиевском поселке. Часов с трех дня канонада вокруг города усиливалась. Через мост в город я пробегала, согнувшись, втянув голову в плечи, все время поглядывая, куда падать в случае чего. По всей дороге ни одной машины. На улицах ни души. Только возле открытых дверей бомбоубежищ, группки деток и стариков выходили подышать свежим воздухом. К вечеру город вообще словно вымирал. Только стаи брошенных собак, гонимые воем градов, метались по улицам. Ночью все погружалось во мрак. Свет, если и был, не включали или прятали его за шторами. Светомаскировка, как и положено в военное время. С рассветом на улицах появлялись люди. С большими сумками они спешили на автобусы, выезжавшие из города. И отныне становились беженцами. Утром я шла из города домой. Все через тот же мост. А люди вереницей двигались в город. Кто-то раздобыть поесть, кто-то проведать родных. Мобильная связь не работала. Кто-то на работу. После предрассветного обстрела нужно было все успеть сделать до полуденного. Страшно было видеть эту вереницу. Отрешенные лица. Женщины без косметики. Как-то все вдруг оснунувшиеся, посеревшие, сгорбленные. Одежды темные. Такие, в которых удобно падать, ползти по нашей пыли. Ни громких голосов, ни радостных приветствий. Детей нет. Многие жили в бомбоубежищах и подвалах по несколько суток, не выходя на улицу. В бомбоубежище ЕМЗ, сохранившемся с советских времен, спасались от обстрелов сотни жителей города. Поселка Зарудни, города Юнокомунаровска. Размещались на лавках, где каждому отводилось 50 сантиметров. Своё персональное место. Воду и еду подвозили и кормили всех. В густонаселённых районах, таких как посёлок Ватутино, убежище не вмещали всех, кто в них спешил укрыться. И многие так и пересиживали бомбёжки на этажах, в дрожащих от взрывов высотках, прячась в прихожих или ваннах, где нет оконных проёмов. Мои невестка и внучка вернулись после скитания затянувшегося отпуска домой и в день приезда попали под обстрел. Снаряды угодили в район парка культуры и отдыха имени Вознесенского, недалеко от их дома. Пятилетняя внучка потом мне рассказывала, бабушка, так страшно, так бахкало. Папа схватил меня и отнёс в прихожую, и бабушку старенькую туда притащили. Папа всех нас с собой закрыл, а я прошу, чтобы Боженька нас спас, чтобы не убила маму, папу, бабушку и мне, чтобы ещё пожить, хоть чуть-чуть. В ночь, когда обстреляли улицу Теунова, я была дома. Из интернет-переклички в группе самооборона знала, что во время жуткой ночной бомбёжки попадания были в районе главпочтамта и прокуратуры. Рано утром побежала посмотреть, всё ли нормально с нашей редакцией. Спустилась по лестнице с моста прямо на улицу Теунова. Первая воронка зияла на перекрёстке трамвайной линии. В домах были выбиты стёкла, стены посечены осколками, тротуар усыпан битым стеклом, с трепетом подходила к зданию почты, на фасаде целых стёкол почти не было. Разорвана, пробита профильная обшивка здания кафе напротив, разворочены двери, выбиты окна в следующем по улице доме, зияют пустые оконные проёмы в мебельном магазине, гнетущая картина во дворе за зданием прокуратуры. Развороченные балконы, чёрные от горя стены, выбитые окна. Люди сметают стёкла, забивают фанерой оконные проёмы. Многие плачут, посылают проклятие невидимому супостату. Наша редакция не пострадала, целыми остались даже окна, немногие в здании почты. На крыльце подняла корявый остроугольный осколок, а сторож вынес со двора почты пол ведра таких сувениров. Моя хорошая знакомая, в квартиру которой при этом, при том обстреле, осколки влетели смертоносным градом, разбив всю и чудом не зацепив хозяйку, сказала, как отрезала, «Этой ночью Украина убила мою к ней любовь». Стилистика и пунктуация автора сохранена Ирина Р., редактор городского радио города Янакиева. В проекте «Как я встретил начало войны» каждый житель Донбасса может рассказать, как именно изменила война его жизнь, что произошло в его судьбе с началом боевых действий в Донбассе. Необходимо, чтобы весь мир узнал о тех тревожных днях 2014 года, когда началась гражданская война. Вы можете отправить свою историю нам на почту, даётся адрес. Все письма можно прочесть здесь. Ссылочка-переход. «Ещё бы чуть-чуть пожить», – молилась я во время того, как папа закрыл нас с собой от украинского обстрела. Девочка из Донбасса. «Ещё бы чуть-чуть пожить». «Ещё бы чуть-чуть пожить».